Она подломили, она выпускает, чтобы отказалась от детей. Она подписала. Он подписал, а она нет. И она нет, значит, они сейчас не знают, что с ней делать. Это Америка. Это тоталитарный резим. Это такая не приказа с демократии. Две недели ребенка было и отняли. А у них фотографии такие, стоит семья, дружная, все вместе. Ну, раз баптисты нам звонят, это говорит о чем-то, что мы... Ну, не позвонят это тем, которые орегано не наставляют. Только вчера звонили. И у нас с ними общее вот это вот такое противостояние, крепкое. Вот, от которого, помнишь, Николая Ахмарова-то убили. У меня старший сын умер, говорит, осталось 11 ребятишек. Он просил помочь. Я говорю, у нас помощи никакой нет. У вас же баптистов больше, лучше помочь. Мы все, что могли отдали, говорю. Он прямо просил сильно, я отказался. Никак мы не можем. 11 ребятишек. А в каком городе-то? Не знаю, я не стал спрашивать, зачем мне нужно. Я никогда праздные вопросы не задаю. Я тебя даже боюсь спрашивать, когда ты болеешь, сама позвонишь. Игнать Тихонович, а можно спросить? Подожди. У Тани, это Вера, сколько ей лет? Вере лет? А? Она во третьем классе. Ну ладно. Кого не пропустила, кому до 5 лет? Акелина до 5, потом Акелина до 5, Агафья до 5. Это Тортикова? Да, да, да. Но нету никого. А еще кто? Ну все, и моя. Ну и двое в Потеряевке. Это на выброс. Ты не хозяин. Вы просили о младенце Тихонии года два назад молиться. Как у него дела? Нормально. Это племянник. Я видела. Ну давай сейчас за стол. Молимся. Кто видит занятия? А где ты был? Повернитесь сюда. Царю Небесной, утешителю души и силы, и жизни сыты, и вся исполняя сокровище благи, и жизни подателю. Приди, все ли севны, и очистины от всяких скверны, и спаси, благое души наши. Господи Боже наш, мы просим Твоего благословения на это занятие. Очисти наш разум от всего земного. Сохрани от заблуждений. Истина Твоя, да воссияет для многих еще, и чтобы слово, которое Ты даровал нам, оно было живо и действенно. Посети болящих, отсутствующих, усынови мир на Украине и в Израиле. Помилуй нас, Господи, и приготовь к великим и страшным испытаниям эту землю. За грехи отступления народа и священников. Помилуй нас, сжалься над нами. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь ближе, что-то задавали вопросы какие-то. Вы как-то намертво садитесь, вас даже там раскачивать надо. Садитесь ближе, вовремя, иди сюда, на ту сторону. Почаще. А ты занимайся своими делами. А то, видишь, коробки готовим. Люди просят книги, отправляем. Вот он в Москву. Получается, все книги, 38 книг, это два, вот такие, две коробки и два пакета. А пакет это две книги входят, вот только. Вот, четыре книги. Это вот полный комплект. Ну, а другой попросил только, там, женщина одна, Краснодара. Новый Завет это и Крестовое православие. Нынче зимой больше намного, чем в прошлом году. Все. Не забыл, где у тебя забыл? Во имя Отца и Сына Святого Духа. Амирь. Первое послание к Коринфянам. 16 глава. Первый стих. Нет, подожди. Тань, скажи там, с какого. Они же прошли это. По 14 стих не прошли. По 14 стих пройдет. 14 стих. Сейчас он читать начинает, это время не слово. Считай. 15 стих. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Толкованием. Здесь нужна перестановка. Умоляю вас, дабы и вы подчинялись таковым. Прочее ставлено. Вы, говорит, знаете и не нуждаетесь в научении от меня. Семейство Стефаново называет начатком Ахайи, и потому, что оно первое уверовало, и потому, что вело и жизнь прекрасную. Ибо начаток всегда должен иметь превосходство пред тем, чему служит началом. Ахайи называют Элладу. Они определили и посвятили себя на приятие верующих нищих, и на служение им, и не по принуждению от других, но по своей собственной воле. Все, толкование кончилось. Ну, сразу какие-то вопросы есть? Вот видите, какая разница. Я первый раз, вот каждый раз считаю, как будто первый раз никогда не слышал. Сразу вопросы на вопросы. Слово Божье живое и действие. Что означает? То есть, это написано сегодня. У меня так в уме перекладывается. А сегодня вот патриарх может кому-то написать вот эти два стиха. Вот он пишет, допустим, письмо на Дальний Восток, и назвать кого-то начатком не может. И не потому, что там уже вера насаждена, они не понимают этого слова. Ну, допустим, образует Нарингой какой-то, Урингой, там Салихард. Ну, новое, совершенно новое. И вот я у баптистов как было. Они собираются и говорят, город новый строится. Ну, какое дело-то себе до нового города оказалось? Нет, братья, надо людям, там люди живут и умирать будут. Север. Кто готов туда поехать? Никого нет. Новосибирская община. Они начинают сразу проповедовать, говорить. И в следующий раз опять выходят и опять повторяют. Ну, кто может поехать? Ну, поехать пока один. Потом семья, незнакомый город. К полярному кругу. Никого нету. Они что, руки опустили? Немало не было. Теперь братья уже двое начинают говорить об этом. А проповедников-то 15. Встает один брат. Я бы поехал, но жена больная. Она на севере не может. Брат, да здоровье-то Бог дает-то. Ну, не знаю, как жена к ней. Да я вот такая немощная сестра. Ты Бога веруешь? Ну, да, я верую. И дальше начинают они как-то обрабатывать ее. Согласна. Сколько у вас ребятишек? Да трое, мало-мало меньше. У баптистов. Вот Надежда Васильевна, у кого-то она там была, в учительнице когда-то была, у них 18 ребятишек было. И живые, при том все. Сейчас медики помирать-то не дают. Любой там в барокамере выживет. Все, он посылает. Общину берет полностью. Он-то на работу устроится, он не будет сидеть. И он начинает говорить, наконец поступило первое известие. Еще один согласился. Теперь мы двое собираемся, изучаем Слово Божие. Двое. У, братья, община образовано. Все, община образовано. Он начаток, и который первый обратился, а первый, который обратился, там Рихард Зорга. Все. Вот теперь все время будут на Рихарда Зорга ссылаться. Он начаток Уренгоя. Там первый обратился. Ну, проходит, сейчас я спрашиваю, как дела, да две общины. И поскольку там, ну, община небольшая, так, человек по 250. Так это не просто инвалиды. Это все работники. Так и говорит, если бы тут еще и свидетелей Львова не было, то люди наши бы были, они подобрали. И сектанты везде, 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 везде. Православная. Да нет, говорит, батюшка тут приезжал ко ним. Говорит, никого нет, он перестал ездить. Никто ничего не приносит, покупать нечего. Священник-то тоже туда его послали. Послали, как в Анадырь, в дыру в эту. Кого? Диамида. Ну, единственное, что, забунтовал. Бог открыл. Амадаши, давай предавать Анапими, Патриарха. Это-то зачем? Да против мобильных телефонов, да против ННН. Это запредельно для нас. Я сегодня говорил об Ассо-Гребе Якунине. Бог. И он мне сказал. И теперь я должен смотреть. А они меня будут судить, клеветать. Это награда. Награда. Люди, которые жили тогда, и которые клеветали, на которых клеветали. Где они теперь? Кто, как выглядит теперь-то в вечности? А в первом веке-то были такие люди. На Павла нападали. Сорок киллеров. Они тоже умерли. Где они теперь? Ты маленько прикинь и ободрись. Вот сегодня давали нам совет относительно милиции, чтобы пойти, договориться, чтобы дали справку, что за нами ничего нет, то другое. У вас будет всегда бумага при себе задержали, когда как будто бы так. Но дело будет по-другому. Он даст какую-то. Он скажет, я почему-то должен бумагу давать, никому не даем. Он не даст. Я говорю, чтобы на бланке было с печатью начальника. И чтобы это по твердым условиям гарантия была, что они дадут. Положительно или отрицательно. Не дадут. Когда я судился с властью, общий счет претензий к власти у меня был 11 миллиардов рублей. Это по государственным расценкам. Но это те деньги. Ну, сегодня 11 миллионов. Это тоже деньги. Но я сказал, я согласен отозвать заявление. Если вы мне дадите справку. На бланке Алтайского крайкома КПСС с печатью такого содержания. Мы, коммунистическая партия, большевики, обманом пришли к власти и 70 лет уничтожали русский народ. Вот. Дайте печать, я отзываю. И теперь пишут. И когда Лапкин это попросил, они почему-то отказались. Почему, неизвестно. И где. Для слова Божьего нет. Ну, там написано. В каком номере это все написано было. А когда суд дальше-то пошел, из советского власти порушили. А у меня суд 11 лет шел. И тогда, которые отвечают, тот с той власти-то пришел. Ну, передо мной ответчики были городская администрация, администрация железнодорожного района. И они тогда говорят, ну, вы говорили, что за бумагу, если вам дадут, что компартия такая-то уничтожала народ. Так мы готовы дать печать. Я говорю, а теперь не надо, уже весь мир знает. То есть они готовы были. Почему вчера были не готовы? Там бы вот этот дом у меня не было. Если бы раньше-то было-то. Вот этот дом-то мне дали. Еще погашение того, что я выиграл в суде. И мы сидим здесь 228 квадратных метров. Чего-то стоит. Вот как. Ахая. Ну, а у нас только ахаять могут. Кого мы первого ахаяли, когда пришли в то место? Кого ругали? Я сейчас поясняю. И вот когда я это место стал считать, могу ли сейчас я сказать о себе, ни о ком-то, что я являюсь начатком. Вот я могу сказать. По Теряевке я первый уверовал. Первый. Когда она еще была, по Теряевке. В 62-м году. Евангелие не знали, ничего не было. А кто первый обратился? Моя родная сестра. Потом брат. Потом мама. Я над мамой-то как работал-то. Вы бы знали. Она, это наша природа. Кержаки и старовера-то. Сынок. Я не могу. Вот так. Ну, как-то же родители жили, священства не было. Ну, как же, мама умирала. Все говорили, не меняй свои веры. Вера в 77 вера, Бог один. А рядом урывка с селой. Там кержацкое просто все. Ну, уже такие пятое поколение ничего не знают. И мама говорит, давай к ним сходим. Там старики называются наставники. Как они скажут? Мам, да они разве тебя поддержат? А мать сама загадала. Вот простота какая. Она пчел держала. И вот рой вылетит. Она его пасает в какую-то колодку-то. Ну, вот это будет и Акиму. А потом колодка такая дырявая, трухлявая какая-то. Она шла, никого. Она поймала. И рой слабенький такой. А это Игнатьева. Ну, все же. Все равно ей там. Что спрашивать-то? И скажи, если только это от Бога, он же Игнатьев говорит, Евангелие-то. Она не знала Евангелие. То пчелок принесут мед. А там не о меде говорить надо, чтобы семья сохранила себя. И скажи, откуда что идет, мама всю жизнь пасечником. В колхозе на пасеке работала. Такого не видала. Залили медом. Я говорю, не успевай качать. Я только прокачаю несколько дней. Захожу, полные соты. Я говорю, только оставлю, перекачиваю. И она сразу сказала, это знак мне от Бога-то. Медом залился. Так она сама загадала. Пошли к старикам. Туда пришли. И пришли мы в такое время, когда, кажется, праздник майский был. А их нету. Они ушли гулять. Выпивать. Но выпивать только со своими кружками. Потому что там бывают такие люди, а с кружкой-то как бы не опозориться, как бы не согрешить, это нельзя. А выпивать можно. Пришли один старик, там пьяный лежит, там то другое. И пошли домой. И вот когда выходим, и там высоковольтная линия теперь там идет, а там вышка стояла геодезическая. Мы шли, и моя мама идет рядом. Ну какой я певец-то. Ну откуда у меня голод взялся. Я помню, как я запел там наверху, что будет время, Христос явится. И мама первый раз там, на бугре, увидела потеряевку, заплакала и склонилась на колени. Вот как достается это. Это моя мама, Мария Егоровна Чударева в девичестве. И она умерла. И вот интересно, она была мама, мама, все. Но дальше мы идем, с ней обнялись. Вот как будто бы это не мама моя никакая, а какая-то сестра родилась. А у нее десять у нас ребятишек. Я больше всех им даю, стало печали. Больше всех. Из-за меня сколько она претерпела, мать. Когда меня в армии арестовали. Одна, безграмотная, даже читать не умеет. Из Потеряевки в Хабаровск улетела. И нашла военный 303-й госпиталь. И пробралась туда ко мне. А когда уже Евангелие, когда меня запечатали там. А когда уже в Латвию я обратился, то она подумала, что я ушел из православия. Представь, в Латвию опять прилетела одна. И опять там нашла. И там сфотографировались. Фотография тут в четвертом, что ли, доме стоит. Я ей столько печали матери достал. Но и я для нее был дороже всех. Это Бог так сделал. Начаток. Дальше другой приходит. Дальше еще кто-то в деревню обратился. Теперь мой крестик тебе приходит там. Бывший главный агроном. Это идет все постепенно. Я вот читаю начаток Ахахаи. Похвалаю удивительно. А мне так охота эту похвалу иметь. И поэтому сеять надо там, где никого нет, на новину. На цирине. И первый, кто обратится. Это начаток. Начаток, который от меня идет. Вот почему я не теоретик. Я всегда подходил практически. Вот. Я еду в поезде. В поезде, господи. Могу ли я для кого-то быть сейчас проповедником, и кто-то будет начатком здесь. В поезде. Они оказываются в одном купе. Едут с Буковины. С Украины там. И я им говорю. Они едут на заработки. Уже договорились. Там едут в Иркутск примерно. Так где-то. Доезжаем до постепного разъезда. Разъезд маленький. Я не съезд. Четверо слазят. Мы дальше не поедем. Мы только с вами останемся. Понимаешь, что Бог делает? Четыре крепких, здоровых, красивых мужика. Молодые там. Лет по 25. Все слезы. Я не могу уговорить. Ребята, это пустое место. Еще ничего нет у нас здесь. И то другое. Мы не хотим больше никуда ехать. Мы останемся здесь у вас. Вот это значит Бог делает. А в поезде-то там какое время-то было? Ну, два-три дня мы ехали вместе. Я свидетельствую о моем Боге, что Он вчера Христос, сегодня и вовеки тот же. Вот маленький стих. Он говорит об Ахае. Это Ахае меня захватило. Ахапало, обняла. Я должен быть начатком. А от меня тоже должен быть где-то начаток. Давай дальше. А дальше что? О чем он говорит потом-то? Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящему. Он говорит о Сифане. А знаете, кто это? А когда он молился, Павел-то, и тюрьму потрясло, и стражнику веровал. Это Стефан. Стефан, стражник, который обратился, хотел себя зарезать-то. Павел говорит, мы все здесь. И он крестился всем домом. Это был первый. В тюрьме сидит свободный человек, закованный в узы. Начальник совершенно свободный. Он видит его закованной узами греха. Его теперь разламывает и делает свободным. И тот махнул на все рукой. Я сначала ушел. Теперь система позади. Он пойдет Богу молиться, славить, проповедать и умрет за это. Вы участвуйте, а то я тут перехватываю. Толкование. То есть участвуйте с ними и в денежном иждивении, и в телесном служении. Не сказал просто содействуйте, но будьте почтительны, заповедуя усиленное послушание. А дабы не подумали, что благоприятствует одному только Стефану прибавляет, и ко всякому содействующему и трудящемуся. В чем? В служении святым. Ибо все таковые достойны чести. Да и они в таком случае будут сносить труд свой мужественнее. Ну, есть что сказать? Нет? Вот я теперь смотрю. Патриарх может кому-то или епископ так написать? Не может. Потому что мы грешные, супергрешные, загрешные. А он говорит, привет святым, которые у вас там святые, помогайте им. Ну, кто сегодня скажет, что святые это? А я знаю, святых я видел не раз. И давно вы их видели? Я сейчас их вижу. В данный момент. У меня глаза особое зрение имеют. Я вижу многих святых. Могу даже пересчитать их сколько. Те, которые приняли Христа, очищены кровью голгофскую. Это святые. Не супергрешные. У православных самоуничижение до мазохизма доходится. Я грешный, многогрешный. Умру так. Мое тело не хороните. Бросьте его собакам на болото. А кто если возьмет тело мое хоронить, да будет проклят. И он валяется. А теперь, а ворона его не клюют. А кого клевать-то там одни кости-то? Святой прославился, мощь и готова. Теперь режьте его, фаршируйте и зашивайте. Я знаю жития святых. И при том, не один был такой. Был маркерин такой. Был папой римским. Четвертый век-то. Ну, взяли, начали пытать. Он не выдержал, отрекся. Отрекся. А там у них веста была богиня. Видать, над всеми весталками. И он ей принес жертву. Ну, за него молились. Хоть он папа, но человек все же. И он обратился. И во время, когда было торжественное празднование, там, 7 мая или октябрьские праздники-то, он рядом с императором стоял и сказал, я уверовал. Повернул обратно. А представь, это принять мусульманство и пойти куда-то. Мусульмане сразу голову отрежут. Это вот откуда все взято-то. Это языческое. Или по Моисееву закону. Ну, его казнили. Но он сказал, когда его уже держали, пытали. Я не достоин быть похорон. Я не достоин. Я такой пример показал. Сказать нельзя-то. Тело мое не трожьте. И все боялись к нему прикоснуться к телу. Проходит день, два, месяц, другой. Лежит тело под солнцем, валяется. Никто не берет. Язычники не могут понять. Обычно они за тела даже деньги платят. А тут никому не нужен. А почему-то с отступниками, знаете. Но у Бога другая шкала. Наконец-то являются ангелы и говорят, почему же вы не хороните? Да к боязну он заклял. Ну, он сказал по уничижению самого себя. Ну, что вы такие-то? Ну, похороните. А ну, тогда ладно. Побежали, взяли, похоронили. Все с лопатами. Ну, надо же еще понимать, в какой обстановке. Вот врач назначает лекарства и говорит, индивидуально с каждым надо. Подходит ли ему это лекарство. Может быть, у него есть аллергия. Врач понимает. А ты духовный не понимаешь. Я вот вчера весь день у рыбками и сегодня смотрел, как Рождество встречали в Риме. Папа встречает. Ну, зайдите, просто зарядите. Вот выходят с троем. А там эти карабинеры стоят. И у него на голове вот такой, ну, как Иуда Бенгур показывает, шлема. На шлеме такая пушистая, ну, как швабра красная. И вот они стоят, и тут проход стенка там народ. Тут народ, а тут проходят. Идут там по ступеням. Там папа. Там младенец. Мрамор, наверное. Он его на руках понесет. И как малые дети подходят. Кто куда. Как телохранители. Но настолько все красочно. И столбы, колонны не такие, вот такие вот, как крыша, это купол у Василия Блаженного на Красной площади. Вот такие вот. Даже столы с кривыми ножками. Ну, как балерина на сцене. Ну, насмотрелся я. И говорил, он читает так это потихоньку. Ни одной проповеди нету. Два часа. Два часа. Ну, неужели так Рождество встречает? А он начинает вот прочитать, нужно какую-то фразу. Ну, я не знаю какая. Выходит Китай. Сям-тюм-тинь-пянь-пянь-пянь-пянь. Отошел. Следующий выходит. Японец-катой. Ся-пи-у-ка-у-ка-у. Все, пошел. И он выходит. А народы стоят еще не здесь. Женщины все на одной без платка. И показывает одна инокиня, или кто в платке. Ну, умилительно смотреть. И сзади показали две камелавки. Православные. Но в лицо не показали. Думаю, уже договорились. Потому что им тут мало не покажется. Ну, были там православные. Ну, чего бояться-то это? Это наши католики, наши братья. Но далеко отступившие. Ну, почему так отмахнули? Это больше миллиарда людей отмахнули. Миллиарды. Да с ними-то и работать надо. У нас не принимали. Мы искали, искали. Я книги подарил Франциску, папе. И видите их тут. Нынче. Наши книги у него. Не думаю, что там карабинеры украли. Так нас вели, вели, вели. Вели конца края нету где. Передавали с рук на руки. И вот я посмотрел. Ни один человек обратиться не может. Нам не с чего обращаться. И выходит потом гражданский. Но видно, думаю, я не знаю кто, но президент, видать. И тоже говорит по-итальянски. А папа все по-латыни шпарит. Говорит. И все. И кому-то надо сказать. Подходит. Одно предложение. Заходит. Лау де ту Резус, Кристос. Еще пару слов. И отошел. Папа в очках, который его тут охраняет, чтобы папа не упал в очках. Видно кардинал. И дальше. И у всех. Раньше тиара была так расколотая. Но она у папы. А сейчас у всех епископов. Раньше вот крестик наверху был только у патриарха. А сейчас у всех епископов. Уже не знаю, что сделать. Ну, ничем они от нас не отличаются. Такие же, как мы. Но только у них еще более красочные. Ну, по одежде, конечно. Да, наши далеко. Там наши ризы, как православие, красочнее. Здесь проще. Он вышел лесом к народу. Сел. Считает. Я посмотрел. Примерял к себе. Мог бы я там. Нет, не мог. Не мог. Одно только бритие. Вот обрадобритие без платка все. Никогда не приму это. Никогда. Потому что прямое Божье указание нарушается. Потому они сделали столько греха. Вот это, говорят, гомосексуализм. В Америке. И стали как разоблачать. А там тюрьма или плати. За одного там мальчика там узнали где-то там 200 тысяч долларов. Тысяч. Денег нет. Они стали храмы продавать. Только сразу начислили больше 2 миллиардов долларов за это похождение. Вот и все. А про чему? Цель и бат. А люди переводят цель на баб. Ну и все. Он и целит. Какую муку-то приняли священники там. А был бы. Где ребятишки рядом бегали. Жил, служил. Смотришь. По неволе думаешь. Зачем это так упутали. Вот одна обрядность, одна обрядность. И как подниматься. И все это рядами потом идут. И повернуть. А впереди один показывает, куда повернуть. А ребятишки подносят, цветы берут. Это все ритуально. И все смотрят ничего. То есть красочное зрелище бесплатное. Ну только там не все прошли, конечно. А на улице огромное там телевизоры. И там толпы народа. И все видно. Папа говорит. Ну это техника. О Христе ничего нет. А может говорили. Читал папа что-то. Я этого не знаю. Ну и читал там маленький. Ты вот зайди настоящий, как Ярл Николаевич Пести, говорит. Он бы расплавил вам эти все статуи-то. У них икон-то нет, а статуи везде. Считай. 17 стих. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше толкование. Они сообщили Павлу известия о разделениях и о прочих погрешностях в Каринфе. Быть может через них-то и уведомили его домашние хлоины. Читаем в 11 стихе, в первом послании Коринфянам, в первой главе. Поскольку естественно было, что Каринфяне ожесточились против них, то он сдерживает их, говоря, что они восполнили отсутствие ваше. То есть пришли вместо всех вас и ради вас предприняли ко мне такое путешествие. Павел говорит, что они могли вполне обидеться и отойти, просто отойти Павла не видеть. Но не нашлось такого Раваама. Вот Раваам, и Раваам Новатов. Как он крикнул, по Израилю, по шатрам, нет нам честь в сыне Иссееве. И все. И десять колен отвалились. Всегда, значит, вот фигура одна, очень много, значит, в истории. Вот так. Я на днях посмотрел ролики, показывают, документальные. Вы знаете, сколько на Гитлера покушений было? 42. 42 смертельных покушений, и ни одно не сбылось. Показывают, вот это, говорит, сделано было, ну, из толпы стрелять, он приготовил пистолет, сейчас она стреляет. Какие пули были, все, все, все. Теперь архивы-то перешли сюда, гестафорские-то. Ну, пацаненок там лет 16-18 избавит Россию. Пошло по-другому, могло Второй мировой войны не быть, так говорят. Ну, это так. Ну, вот один нашелся, прирожденный, говорит, убийца. И как он узнал, где Гитлер выступать, по его расписанию-то где-то, и колонна одна. И он ночами туда пробирался и долбил колонну эту, колонна квадратная такая. Долбил место туда, куда заложить мины. И заложил часовой механизм, точно рассчитать на какое время. То есть взрыв такой силы будет, что крышу высадит. И он чуть не полгода долбил, все сметал, подметал, замывал, опять уходил черным ходом. И никто не знал. И вот наступило время выступать Гитлеру. Он садится в пояс и поехал. Ну, в газетах сообщат, что он убит. Гитлер ни с того ни с сего говорит, так, заседание мое настолько-то, так, на полтора часа раньше сегодня сделать. В самый последний момент вдруг переменяет время. А тот-то дорога-то ничего не знает. Ну, и взрыв-то, когда уже расходятся, там мало людей было. В это время ахнуло, ахнуло, там убило, там, человек шесть. А Гитлер уже в другом совсем месте. Ну, а его дорогой там высчитали, взяли и тоже казнили. Военные какой. Вот заложили минуту, сто процентов, что взорвется в самолете. Абсолютно точно, там уже ждут. Сейчас взорвется. Возвращаются. Не взорвалось. Они начинают исследовать, почему. Самолет военный. Холодно было. И жидкость, которая текла, застыла. Не взорвалось. И вот сколько было. Шауфенберг там какой-то, там, доверенный Гитлера с одним глазом. Ему вырвал на против. И он последний уже взрыв состоялся. Но взрыв состоялся, и Гитлер стоял. И вот здесь вот дубовые ножки стола большие. И он портфель с той стороны поставил, а не с этой. А Гитлер маленько шагнул в сторону. И в момент, когда взорвался, он над дубовым столом склонился. Ему только ноги задело чуть-чуть там. Прихрамывал-то. Он опять говорит, я, говорит, бессмертный. Меня провидение хранит-то. Ну, всех там сколько взяли сразу, там, человек 50. Генералом сколько было. Как военные, ну, с Тухачевским там пошли под нож, что здесь блюхеры все, так и там. И ты всех казнил. И вот сколько показывает, когда был он, где. Вот эта ставка у него была там в Белоруссии, где Волчье логово. Сколько там было заговоров. И ничего не могли сделать. Он то раньше, то повернет другой дорогой, то еще. Меня провидение хранит. Почему Павла провидение не сохранило? А дальше показывают уже, ну, так уже, разыгрышно. Сам себе. Никто не мог достичь, свой пистолет достиг. Его уже нет, а Бог его знает. Видя все это, мы должны целиком полагаться на Бога. И Гитлер человек был, хоть он и Гитлер. Он был не таким, это злодей из всех злодеев. За 2000 лет большего злодея не было, как говорят. Я не верю в это. Больший злодей это Ленин. А Гитлер, он своих не уничтожал. Он давал жить, поднимал страну из-за разрух. Говорят, у него два креста было. Он везде на передовой лез, на самый, в огонь. Где? Должны были убить, его не убили. Разбомбили, прямое попадание там где-то было. Рядом сколько? 20 человек все убили, а он один остался живой. Его проведение хранило для какой-то цели. А Ленин-то пришел, Сталин, он дня не воевал, не знают. Гитлер-то это герой отечества. Он выборами шел, а эти без выборов, перехват власти. У него сколько? 3% первый раз завоевал, второй раз уже 30%. Наконец все подобрал к власти. Его народ любил. А когда рассмотришь все, сатана в образе человека. Вот столько было дано, сколько бы он мог сделать, если был это верующий, это апостол. Или как Мухаммад, мусульман, был перед христианином. Сколько бы добра он принес. А только анафемы, анафемы, и никого нету. Вот где надо закладывать. Маленькие стихи, а сколько они тебе открывают, если у тебя маленький счета есть здесь. Давай. 18 стих. Ибо они, мой дух, и ваш успокоили, почитайте таковых. Толкование объявляет, что его спокойствие есть и их спокойствие. Поскольку же они успокоили меня, а мое спокойствие для вас самих полезно, то с вашей стороны да не будет заявлено ничего неприятного им самим. Ну, кто-то что-то скажет? Вот вы первый раз когда читали, не толкование, ничего. Вы читали эти места? Вы успокоили дух мой. Вы когда-то думали, что у вас такое же волнение, как у Павла, и вас кто-то успокоил. Это запоминается тогда, когда ты живешь этим, когда по тебе прошло. Я могу сказать, что у меня было, вот на днях, на прошлой неделе, на такое сильное нападение. YouTube отрубили от меня, и все, вот эта нападка такая была сильная, что я украл ролик, а там сразу зафиксировали. Мой ролик, который я веду в университете, я говорю, у меня закапит, и моя аудитория 420-я, 10-я там, ну и как. И все-таки Господь снял. И когда снял, а я уже теперь думаю, как этих людей-то отблагодарить, которые пакости-то сделали-то. Вот. И тот человек шевелился, а теперь поднимать все начало так у меня. И вдруг я встаю сегодня утром, мне такое на душе успокоение наступило. Да, я верующий, да, я понимаю это. Умер отец Глеб, я воспринял как нормально все. Я помолился и все. Ну где мы не были, я же человек. Но вот внезапно умер Малашин, режиссер, который ставил фильм «Второе крещение Руси», про меня конкретно. Мы настолько с ним сошлись, он всю мою корреспонденцию подобрал, все адреса за рубежом, все. И вдруг он погибает. Было очень сильное подозрение, что убит. Он Шушинскую ГЭС последний раз снимал, поехал туда, и там нашли его мертвым в гостинице. Вот тоска на меня нашла, я не могу успокоиться. Я просто слезы тихут, и все. Я зашел в магазин, а продавцы знакомые, как сейчас помню, я сел вот так вот, а продавцы сели с двух сторон, у каждой полотенца, они сидят у меня слезы вытирают. Не верующие, совсем люди, они меня хорошо знали. Я сижу, я не могу слово выговорить. Умер человек, Юрий Николаевич Малашин. Его назвали «Мозг», телевидение, или там как телестудия «Опь» в Новосибирске. Сколько с ним было задумано, фильм ставить оглашенный из идите. После этого ни один режиссер уже не брался, он конкретно взялся, уже писать режиссеру начал, наверное. Я не могу успокоиться. Я пошел по улице, где милиция, я иду, а у меня слезы текут и текут. «Господи, почему? Какие были надежды? Ой-ой-ой!» И вдруг ничего нет. И прошел до вечера, и тогда успокоился, помолился, и Бог успокоил. Потери. Вы успокоили дух мой, как он умер, узнал, поступили известия. Мне было исправить, или больше всего жалко Баварина, вот мэра города Барнаула погиб. Вот этот дом благодаря ему был. Такие у нас были отношения, он просто не знаю как. За 11 дней до его гибели я захожу в городскую администрацию, и он выходит с каким-то человеком. Уже вестибюлю, увидел меня, так руки раскинул ко мне. Говорит, да ты знаешь, кто это? А тот откуда знает? Да это же Лапкин. Ну что Лапкин-то? Он из Кемеров, он не слыхал даже. Да как же так? Он же коммуну построил. Коммуну, которую коммунисты не могли построить. Ты понимаешь или нет? Я коммунист. Он парторгом был на моторном заводе. Он коммуну построил. Он меня ценит не за то, что я верующий, что коммуну построил. Вот сюда вот он приезжал несколько раз. Он голубятник был. Помню, в машине едет, в городе из машины руку вытянул и мне машет. Вот еще это стоит. И вдруг он погиб. До того вот неожиданно было. Я пошел знакомый прокурор края по Роскуль. Мы сидели с ним и долго скорбели. Генерал-лейтенант. Он говорит, я вот не пойму. Ну зачем он так делал? Я говорю, может быть это подстроено, как говорят? Нет. Говорит, я ездил на то место, там ничего этого не было. Машину занесло, там подняло, ударило. Там никого не было на дороге. Никак. Он же знал, что на нем висит. Какие дела. И все разом обрубило, как будто нигде нет. И садокимом погиб. Жены остались живые. Какие живущие женщины? И там и здесь женщины остались живые. Женщина более крепкая, чем мужчина. Так что на женщин надо надеяться. Откуда знаешь, не спасет ли мужа. Давай. 19 стих. Приветствует вас церкви осийские. Приветствует вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнею их церковью. Толкование. Членов Христовых соединяет через приветствие. По всегдашнему своему обыкновению. У них остановился, потому что и сам занимался деланием палаток. Об этом читаем в 18 главе Деяний апостолов. 1-3 стих. Примечая их, добродетель, в том, что они сделали дом свой церковью, устроив в нем собрание верных. Еще нету. Привет обыкновенный. Вот вы первый раз когда читали, говорит, надо размышлять. На что размышлять-то? Привет. А я сразу стал думать, а мой дом будет как Прескилла и Акиллы? У меня такая Прескилла будет или нет? Или только будет путы на ногах? Что будет? Вот так топ, она сейчас задаст жару мне. Как я посмел так говорить? Садись, сказать. Вот это Прескилла моя. Вот я когда досчитал до этого места, просто я прочитал. Мне 23 года, я не женатый. Я, ну, как простым языком сказать, позавидовал. Акилли такая жена дана. Они апостолов наставляли, они были вместе. Это такая редкость сегодня. Даже просить Господа нет, таких не будет. А все Бог сделает, как Ему надо. И вот как они принимали. Я-то просил у Бога. Вот интересно, что значит молитва? Когда обратился у Михаила и Анны в доме, и вот к ним приезжают, это город Венсполс, где мы были. Допустим, в год приезжает 100 гостей в общину-то. Из них 80 будут в их доме. Но до того мне это было радостно. Я говорю, Господи, вот мне бы такую биографию написать, вот как он, скажи-то один к одному. Вот все такое. Только он был зенитчиком в блокадном Ленинграде, а я в тюрьме. То есть он там несвободный, и я здесь. Он из раненой вернулся, и я такой же. К нему все лезли, отдыхали, период находили его. Это у нас сейчас нет. А тогда мы около вокзалей были, у нас днем и ночью двери не закрывались. Одно время я ключ спрятал, и бомжи шли, и кого-то только не было. Кто бы ни приехал, они к нам. Вот что значит молиться? Я даже стихотворение написал. Сидит старик у камня, задумался о чем-то. И вот дальше, что я желал, Бог все это дал. Прискила и Акила, это мои родные, я каждый день им молюсь. Бог услышал меня. Мне так дорого это. Но Павел интересно варьирует. То сначала Акиле и Прискиле, а то Прискиле и Акиле местами переставляет. И Англатаусе это объясняет, почему. Жена опередила мужа, и успела вот так-то, так-то. Вот интересно, вот когда о женщинах говоришь, женщина, она такая, то другое, утлы, сосуды, это все правильно говорят. Но не надо забывать, что женщины герои. Это целая, просто прияда их таких женщин. Вот в каком-то, я не знаю какой город, так услышал, осаждали этот город. Ну и остался последний штурм, и город будет уничтожен, всех убить. И в это время, что ему на ум пришло, он говорит, город-то весь изранен, там женщины есть. Ну вот, и дали тогда знать им, говорит. Вы можете открыть ворота, чтобы нам-то не погибать. И вот сколько вы на себе унесете, то ваше. Ребенок рядом идет, может идти дети с вами. А остальное, что с собой возьмете? Нет, остальное, добыча наша ждали. Наступило два часа, до ворота открылись. И враг попятился. Идет каждая женщина и несет на себе полумертвого израненного мужа. Он такого не видал. Он отступил и сказал, город оставить. Пусть возвращаются и живут. От таких людей надо племя расплаждать. Я нисколько достоверно не знаю, но защитник Брестской крепости остался Гаврилов один. Капитан, что ли, его. Он один держал оборону, чуть ли не неделю. И когда захватили все, и генерал немецкого показали лежит, он в лучшую больницу поместить. Я его как пример буду для своих солдат показывать. А у нас бы его штыком и все. Вот как надо высоко мыслить. Чтобы враг с почтением встретил опозоренный труп, как Некрасов писал. Надо уметь видеть подвиг даже у того, кто тебе сегодня и не друг. Понятно? Когда я делаю упор на то, что посмотрите, как у мусульман, как одеваются, как они хранят себя. Ну что ты хвалишь мусульман, они только голову режут. У меня за Дина на форум, и там сейчас о мусульманах, и девочка одна, Дина. Ну она мало, видела, как тростиночка такая. 14 лет. Она там, ее зовут какой-то дагестанский соловей, что ли, она поет. Как она поет? Она не пошевельнется, а то ее ветром, кажется, колышет. Как она одета, и в семье как они одеты. У нас только вот придут, они все вот так вот одеты, как наши сестры. И она везде поет, там в Чечне, ну там, где мы были, фонтаны бьют, на проспекте имени Путина Владимира. Вот все. И она везде, везде, везде. Девчоночка маленькая-то, но уже заранее говорит. Ну и как ваша карьера дальше будет? Ну как карьера? Замуж выйду. Дальше петь не буду я. Она заранее согласилась. У нас, да какое ты имеешь право, у меня на пути стоять? Да у меня талант, я балерина никаких. Она поет, а отец и мать с ней рядом. Ее никто не тронет. Никто. А дальше я замуж выйду, дальше муж. Муж мне одно не разрешит. Все. Да у нас, разве, такие слова ты услышишь? Она бежала, и бежала такая, как Софья Перовская, из дома там, а ей разницы нет, кого вешать. Вот где висельники-то. А тут сидит молодой отец, прям молодой, тоже у него такая, мусульманская, и говорит, каким голосом она о ней, и как в ней проявилась, и какая-то сестра с ней разговаривает, и как она кротко отвечает. И одета только одной личикой ее видно, она действительно красавица. Вот и все. Это сегодня, сейчас, в настоящее время. Понятно? Ну надо это видеть. Но другое, я вчера уже скажу даже, вот мусульмане, как шайтан действует, мужа ссорит с женой, так там столько посещений-то. Ну, муж сидит, там курит эту трубку какую-то, это кальян свой. И в это время звонок подошла, алло, алло, положила, никто не звонит. И в это время у нее через ноги шагает, здоровый, крепкий, с рогами, весь красный, живоощадил, и к нему на ухо. Ты думаешь, почему? Это сигнал дают такой, раз ты дома, значит поэтому трубку она и положила. Он сразу, а он-то не видит никого, вот этот-то, Шурик-то сидит рядом-то, а он сидит, смотрит на него. Ты что положила трубку-то? Да не знаю, звонят. Звонят, а может быть договорились, это ваш особый сигнал. А этот опять склоняется, ты не верь, она хитрая такая, она специально это делает. Когда тебя дома нет, он тут, он на нее, так ты что, может быть ты изменяешь? Она соскочила перед ним. Я? Ее раззадорил, если бы она сказала, прости, не было бы этого. А я? Зачем ты на мне тогда женился? Он говорит, жалеешь, что женился? Жалеешь? Разведись. А у них, если три раза крикнула, развожусь, 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 назад хода уже нет, он не имеет права теперь прощать ее. Он говорит, 60 раз развожусь. Она сразу скисла, все, она уже не жена. А этот пошел, хохочет, пузо сарапает. Все. Другой как взятку дает, который, да ваше дело, тут два месяца рассматривать, дай взятку, дай, он возьмет, он тогда берет опять документы и туда положил 100 долларов. Ну, можно, конечно, в два дня посмотреть, как, не жалей деньги, дай опять этот шурик, так, рога, зубы такие, глаза сверкают, ты дай ему, дай, тебе это выгодно будет. Он там прям деньги дает ему. Ну, ладно, сегодня рассмотрим. Все. И вот, разные-разные ситуации. Мать просит сына подвезти ее куда-то пошла, а он ему, куда ты, ну ты же не маленький, ну что ты, мать-то слушаешься-то? Телевизор, смотри матч, ты же хотел посмотреть, да смотри до конца. Мать ему говорит, нет, ну никак, мне надо ехать. Ну ты скажи, чтобы другого вызвало там кого-то. И он тут же это передает. А другом подошел, и он учится в университете. Так, он, время у меня нету, парень-то готовит коврик, надо молиться, намаз, намолит вот он. Намаз, какой намаз? Тебе же отдохнуть надо перед экзаменами этот, нашептывать ему-то. А он не разговаривает, он свое делает, ему молиться надо-то. И тогда сатана-то отшатнулся, опрокинулся и вывалился. Ну это христианские ролики-то. Мы так же верим в шайтана, то есть у нас так и называется дьявол, бес. И так же он нашептывает. Ну почему я ролики эти перетащил к себе поставил, на моем форуме стоят они. А вы ему, мусульман хвалите, хвалю. Не веру хвалю, а хвалю подвиг жизни. Какие они решители. Почему в плен не берут? Они не сдаются, в плен вообще не сдаются. Только оглушенного какого-то подберут и все. Вот как. И тогда ты богатый будешь. Что бы ты ни услышал, ни прочитал. Я вот читаю, когда первый раз читал Акила и Прискела, у меня только одна была мысль. А теперь я уже на склоне лет, я теперь еще и еще накладываю на этот стих. Опыт жизни. И почему ваше слово имеет действие? Вот я говорю когда. Потому что я рассказываю о жизненной силе Слова Божия. Оно живо и действенно. Ну ты слушаешь? Тебе приятно это? Так же любому человеку. Я не начетчик. Не теоретик. Давай. Ну вы про платок-то расскажите. Мы женщины, нам важно знать про платок. Нет, у вас интересно получается. Вы расскажите. У вас хорошо получается так. Ну что я договорю? Ну расскажи. Я что-то упущу. Про платок вам лучше рассказывать. Рассказывай. Вот она одета, мусульманка, ну так же вот, как мы вот одеваемся. У них тоже вот так вот все одето, все прикрыто. И вот она подошла к зеркалу, одевается, все так пригладилось, все хорошо, красиво, нигде ничего не видать, ни одной волосинки, все спрятано. И вдруг он оттуда выходит перед зеркалом, он-то к ней, прямо к ней, и под низ вот так вот заглядывает, и так, и так, и всякой. Ну открой, ну что ты уж так-то закрылась-то, вот, ну что так-то, волосы-то все при... Она помаленько... А ты бледная, говорит, маленько покрасить. Маленько, то, сё, вот это. Как он ее соблазнил, что она и платок отодвинула назад. Вот так вот. А я стою, мне сразу, я знаю, что у нас многие же вот так вот одеваются. Я стою и думаю, вот откуда это все идет. Это ведь он там нашептывает, что надо вот это маленько приоткрыть. А у нас в православии вообще все открытые. И не только вот тут вот открыто, вообще... Заметьте, на мусульман, ну сколько женщин, я не знаю, но если считают их там миллиард 300 миллионов, а на самом деле около двух миллиардов, и ни одной женщины на Маленье нету без платка. Притом одеты, ну вот были в Уссамериках. Ну это то и видят, православные-то попы. У них только одно оправдание. Это не имеет никакого значения. Да у нас прямой написано постыжает голову. Ты че ты поп делаешь-то? Он ничего не может делать. Они не верующие совершенно, лютые волки. Они не могут ничего сделать. Бреются православные, там курят. Все оправдают абсолютно. А ему жрать нечего, иначе будет. Платить некому будет. Ну восстановите святую десятину. Они закят свой платят, а не десятину, а двадцатую часть меньше. У них это тоже есть. Ну, ну нельзя так жить. Тебя поставили регулировщиком, ну а куда ты показываешь, в другую сторону? Ты у меня на форуме смотрела это? Да. Вот видишь, я натаскал. Целыми днями еще раз все сидел. Говорит, что чуть мусульманином не стал. Смотрел католиков, чуть католиком не стал. То есть я мысленно приравниваюсь. Был бы я там, нашел бы я истину, нашел. Я свой характер знаю. Вот будучи там, все мне нравится, но внутренне духовно, меня внутренний дух говорил, спасись ты не можешь. Ты грешник. Мне никто не сказал, что за меня умер другой безгрешный. Вот это вот. Я бы был мусульманин, все равно бы обратился христианином. Абсолютно точно. Даже находясь в православии, я же, ну не делаю, как они говорят, лишь бы свечку поставить. Православие вообще десятину не знают. Кто десятину не платит, православное, для меня это воры, божьи воры, святотатцы. Вы меня обкрадывайте, говорит Господь, и спорить не надо. Я вчера Володе говорю, Володя, смотри, будь свидетель. Сел на бумажку, у меня 5603 рубля пенсия. С надбавками совсем. Умножил на 12, сколько получилось, я в конвертик заложил, сейчас батюшка приедет, я за год вперед плачу десятину. А остальное мое. Боюсь, как бы у меня не случилось, что-нибудь, и денег не будет где-то. И меня не будет, Володя передает конверт ему. Я написал, все, с января по декабрь. А Володя говорит, а у меня вот неизвестно, какой заработок, сколько, он сразу подражать охота ему. Я тоже бы сделал. Ну, у тебя помесячно будет. А у меня стабильно. Вот и все. Даже в намеке не было, чтобы меня назвали вару. Мне это стыдно было бы. Бог дал. И как бы я Бога стал обкрадывать? У Бога подкрасьте, залезьте в карман. Так вот один говорит, а вот у нас епископ, точно доказано, садомит. Я могу давать деньги, а он в Италию ездит, к католикам, и там, может быть, его любовник живет. Куда я десятиду должен платить? Куда? Не плати такому, если только ты точно знаешь. Бывает навет. Ну, оклеветали. Ты его видел? Какое доказательство? Или он тебе осознался? Досознался, это еще не доказательство. Это еще не доказательство. Бывает человеку пристанет. Ну, ладно, ладно, виноват, виноват. Ну, еще дальше-то. Он сказал, виноват. Да он сказал-то, ты его допек. Ему лучше так уже. Надо все в меру знать как. Попал, говорит, один князь, раньше было, его в яму там посадили. А слуга как-то пробрался между часовыми, и к нему, царь, если я тебя вытащу, хорошее дело сделаю. Неужели же плохое? Царь. Он ему шестом на нем нарубил, так чтобы, и вот его подтягивает опять. Он там хватил, а хорошо ли я делаю, что я тебя вытаскиваю? Он говорит, ну, конечно, хорошо. Я вернусь, я тебе и заплащу, и все. Вот он уже вылазит, уже начал, он за руку тащит. Фух. Скажи, а хорошо делаешь, я тебя вытаскиваю? Как это? Саш докричал, стража, где вы смотрите? Стража приближал, а он уже, ну, а почему ты не убежал? Да он бы меня до дома-то уморил, а я у меня все же живой. Пока вытащил, он меня уж в 10 раз спросил. Не надо нарываться на благодарность или проще. Смотри, желает человек, не желает разговаривать. Ну, если ты веришься, то Дух Божий тебе подсказывает. Считай, Ахая. 20 стих. Приветствуют вас, братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Святым вам целованием. Нет братьев-то поцеловать с санецким, одни сестра. Вон, сзади. Вот так. И вот, католики стоят, они вот так вот, иди сюда, брат, я это поцелую. Видите, вот так вот. У нас хоть щеками подрутся. Вот так вот. И папа с ними. И это считается целованием. Ну, какое же это целование? Целование бывает как? В щеку я тебя, потом ты меня. Ну, это целование. Без прикосновения целования нет. Еще люди придумали воздушный поцелуй. Ну, воздушное заражение какими-то бактериями, микробами. Целование. А на Пасху разрешается в губы целовать. Независимо от того, кто это, молодой, старый, кто он бы не был. Это неотвеченный, не запрещенный. Лишь, это членов общины. Свои, церковные которые. Это единственный день в году, когда нет ни мужского пола, ни женского. Но за это дальше не заходи, а то мужского пола, ни женского. Вот тут можно заехать и забудешь кто-то, мужчина или женщина. Толкование. Только здесь делает прибавление о святом целовании, потому что много было разделений. Поскольку же много убеждал к их к единению, то, наконец, соединяет их и целованием витым, то есть бесхитростным, а не лицемерным. Я вот в артистах когда был, посещал, ходил. Вот они выйдут, начинают целоваться, опять. Вот так вот. Ну как Брежнев с этим, с карваланом-то. Ну прямо в засос, как называют. Вот так вот. Я говорю, мне напоминает это вот слякоть, когда глина, в резиновых стопогах идешь и ногу вытаскиваешь, чак, чак. Ну что вы так? Ну пристанился губами, то что тебя усосать-то? Да еще слюнявый какой-то губы в себя втягивает твои. Фух. Ходил Баптистов, учил целоваться. Ну пристанился, малейка даю. Пошел. 21 стих. Мое Павлова приветствие собственноручно. Толкование. Сделал собственноручное приветствие, дабы показать, что он придает посланию большое значение. Вот у нас это не принято так. А вот с фронта, когда писали еще, люди-то были там близко, вот он пишет, бабки Стефании и Денисский поклон в окопах лежит. И писать-то не начинал. Мелко-мелко, их письма-то сохранились там. И соседке Аграфионе Матвейной передайте. И Митрофану Кузьмичу мой поклон передайте. Ну он стандартный все. Но перечисляет и перечисляет. Ксенофонту Моисеевичу передайте так. И опять там. Агрепине Евсеевне передайте. Вот. Он все надо. Клименту Ефремовичу скажите, Иосифу Виссарионовичу поклон. И все по именам, по именам. Это еще такой народ был. А сейчас никакого нету. Привет. Адью. Никого нету. Привет-то передать не могут. Препочтительный. Павел подчеркивает, что в этом человеке. Этот начат Акахаи. А другой, этот больше всех помогал. А этот раньше меня уверовал. Он качество какое-то выделяет. Привет и одновременно показывает. И через 2000 лет мы видим, какие люди были разнообразные. А оно у нас стандартное. Почему? Не люди стандартные. Не только. А кто передает-то? У него никакой талантливости нет. Даже готовой передать. Я спрашиваю, какой у тебя любимый пророк? А что, любимый? Все пророки святые. Ты вопрос не понял. Кто пророк, на которого ты хотел быть похожим? Ну, я на всех быть похожим. Ну, все-то не могут к тебе в одном быть. Кто у тебя любимый пророк, которого ты все время вспоминаешь и хотел бы быть и с ним встретиться? Я уж разный, наводящий вопрос. Я считал Иеремия, да? И Михей. Пророк Михей, сын Иемблая. Это мои самые любимые. Я всех люблю, но это самое любимое. Если я спасусь, я обязательно поищу Иеремию. Ищу глазами духа Иеремия по ревности святого Златоуста, друзей, которые нигде не посрамили, родные мне по мысли и по чувствам. Я написал стихотворение, Витя поет. Я когда приду туда, буду искать. После Христа Божьей Матери я остальных увижу, мы там насладимся беседой тогда. Как сегодня у меня такой сон был, я бы мог сказать, не знаю, в теле было или не тело. Настолько все реально, настолько чисто, настолько свято был и человек, и как мы говорили, и кто этот человек был, не знаю. И проснулся. Такое умиротворение на душе. В интернет только зашел, отовсюду такие вещи приятные. Господь приготовил. Сегодня такое хорошее собрание было отца Глеба, как мы помянули, и Конина. Но мне есть что сказать. Это не каждый имеет общение, и необыкновенное такое общение. Ну кто может сказать, что видел его, со стаканом заглотнул водки, пошел на встречу с президентом, крупнейшей державе. Это вообще отчаянный был человек. Но священник-то он был, конечно, не по призванию. Он и говорил, это большая моя была ошибка. Я не знал, что так будет, не был бы священником. И это об этом пишут. Священник должен быть по призванию. Шесть слов Иоанна Златоуста в первом томе его творения прочитает священство и подумает, Гожий ты или нет. Священник должен быть открытый, с большими, не с большими, а с громадными знаниями, как Александр Мень. Должен быть такой же открытый, как Александр Мень, Дмитрий Дудко. Вот такое. И в то же время смелый должен быть. Самый смелый из них, это, конечно, Глеб Якунин. Вот. И все это надо совместить в себе. Это наши современники. Какие уходят? Последняя плеяда. Какие сегодня? Пошел. Ты поделоснул уже? Нет. Кто упадешь, а ты снова ловишься? 22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема, Маран Афа. Толкование. Одним этим словом в страх привел всех блудников, разномыслящих, употребляющих идоложертвенное, не верующих в воскресенье, и вообще всех, которые между ними вели себя не согласно с его учением и преданием. Ибо все таковые не любят Господа. Маран Афа, то есть Господь, пришел, сказал это отчасти для того, чтобы утвердить учение о домостроительстве, а через это и о воскресении, отчасти же для того, чтобы пристрелить их, Владыка за нас принял все на себя, а вы прогневляете его. Одни называясь по имени людей, другие совершая порочные дела. Употребил выражение не греческое, а еврейское или язык сирийский, ибо говорил коринфянам, которые придавали много цены внешней мудрости и красоте греческого наречия. Он же показывает, что нисколько не нуждается в ней, но хвалится простотой, так что и говорит грубым языком. Вот вы прослушали это, первый раз считали. Какие у вас мысли на это? Почему у вас дальше мысль-то не движется-то? Нина, у тебя какая мысль была, когда ты читала это? Да я просто почитала и все. Просто почитала и все. Ну вот это он говорит, марана, анафема кому-то. Это же не игрушечные слова. Ну это ведь ревность. Ну-ка, Алектина там еще, подойди к ней. Здесь ревность как бы и печаль о том, что... Я сейчас не слышу дома, а послушайте. Она где-то ревность или печаль о чем-то. Да. Ну-ка, дальше-то ты как раз... Я когда стал считать, уже поясняю, я сразу понял, что это против православных Павел пишет. Христа не знают. Я хожу в церковь, я не пропускаю службы, я хожу. И мне никто о Христе не сказал. До встречи с Евангелем я, молодой человек, 23 года, я считал, что Христос ниже Богородицы. Ну как, мать выше сына. Я покупал всегда две свечки, прихожу к Богородице и Христу. А когда узнал, что евреи распять, распять вот мне теперь работу найти, евреи поговорить с ними. Выйдем, поговорим. Почему? Христа нашего распяли. Нашего русского человека Христа распяли. Евреи. Вот такое понятие. И никто мне не объяснил. Я службу первую прихожу и последнюю ухожу. Я жертвую. Что у меня есть, я все складываю туда. И никто, я никому не нужен. И теперь, я когда считаю, вот это анафема православная, кого-то проклинает, так это против нас. Еще Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Будет говорить иное. Тут все иное говорят. Как у католиков сегодня. Вот я смотрел, рождественская месса. И как он берет, и как преломляет эту обладку, таблетку, как ест, и как людям дают на площади всем подряд. Может там они где-то исповедовались, не знаю. Может быть раньше их притормозили, а потом давали. Прямо на площади прищищают. Я так понял. Это про нас говорится. Это анафема. Интересно, говорит, Господь пришел. А в оригинале здесь переводится Господь грядет. Но на видимо не разница. Кто не любит Господа, а он придет. Он идет. И ты его не любишь. И еще тебе, зачем он тебе нужен-то? Да приедет царство твое. Мне оно нужно, царство. Я его люблю, я его тогда увижу. Кого я люблю? Я все время жил, когда он явится. Вот здесь. Люблю я Господа и не люблю. А Господь говорит, вот критерий измерения. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. А как соблюдать, когда Евангелие народу не давали? В 1876 году только перевели на русский язык. Вообще ничего не понимают. Не понимают. И понимать нельзя. потому что не на родном языке. А католики вообще на латинском ни одного слова не понимают. А мусульмане только на арабском. Туркмен, узбек, дагестанец, чеченец только на арабском. Да арабский-то язык-то, да еще такими буквами-то, попробуй, разбери. во тьме народ стоит. Если бы мы любили Господа, наверное, что-то бы делали. Я все это прикидываю себе. А себе я родился, когда я узнал Библию, Святая Библия, и теперь ее нет перевода, ты бы что стал сделать? Я другому не могу советовать, я могу для себя сказать, я бы сразу сел изучать еврейский язык. Сразу же. Нашел бы, где поступил, в школу, греческий язык, и латинский, минимум три языка одновременно. И стал бы переводить. Я говорю, это не красовец еще вопроса, я знаю себя. Я гонялся за книгой песни-песни толкования, и наконец сказали, она есть у баптистов, толкования. Я поехал к ним. Они говорят, она есть, она на руках. А где на руках? Ну, далеко. Она на немецком языке. Неважно. Наконец ее мне достали. У нее нету начала, нет конца. И там еще стихами написано. Я заново сажусь готическими с буквами написано. Я ее все перевожу на русский язык вместе со стихотворениями. Я не считал, что препятствия могут приостановить. Я все дела бросил. Занялся, восстановил язык и все. Сарковно-славянский язык я не знал. Но вот мне надо было переводить, нет толкования на Андрея Кисариевского. Я сел за Сарковно-славянский язык и перевел книгу на русский язык. Я сразу его перевел. Изучил, перевел, отпечатал и дал другим. Мне это радостно говорить. А вы говорите, я себе... Ну ты мне найди, кто еще так делает-то. Я вам показываю, что прорыв можно сделать-то. Чего ты трясешься-то? Когда я говорю, а ты не делаешь, тебя это жжет. Поэтому ты бунтуешь. А надо делать тайно. Левая рука не знает, что правая... Да вон она у меня, левая рука сидит. Она не знает, куда мои деньги идут. По сегодняшний день. Не знала и знать не будет. Вот она, левая рука твоя какая. Чтоб ты не жадовал. Слева-то этот шурик-то кровавый-то водит, нашептывает. А чтоб он не знал даже. Он мысли-то не знает, он только подает. Любое дело, делай так, чтобы оно было четко, ясно для Бога. И чтоб сказали, для людей так не делают. У вас какая-то цель была другая, да, другая? Для Бога. Для Христа. И все. Никогда на слух не верьте. Проверяйте. Давай. 23 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Толкование. Долг учителя не только убеждать, но и молиться, и таким образом вдвойне утверждать. Учением и низведением помощи свыше посредством своих молитв. Вы никто не задаете вопрос. Вы безразличны, сонны или скромны? Я так не пойму до конца. Нас увлекает. Ну, давай. О, проснулась одна. Нет, у тебя не вопрос. Ну, по этому стиху. Давай. Я такое мнение скажу, оно не мое было. Я когда услышала, и я согласилась. Вот недавно я прослушала проповедь, но она небольшая, где-то 10-11 минут, Андрей Ткачев, это протеерей. Ну, он не был, бежал оттуда. Да, он сейчас, он уехал в Москву. Бежал, ему угрожали, потому что он призывал к защите там, все. Он понимал, что там смерть ему. Ну, у него очень хорошее, вот мне понравилось, я первый раз эту мысль, купи-продай, вот, не купить, не продать. Это я у него нашла в этом ролике, и так я полюбила. Но там есть у него такая мысль еще, вот, которая вот, к теперешнему. У нас, говорят, у нас, мы даже, вот, христиане, мы православные, но среди нас, большинство наших православных, духовно, мы не понимаем вопросы, которые освещает Святая Библия. Мы духовно, он, ну, так он, он прямо, прямо сказал, что мы его не знаем. Ну, дальше, они договаривались, что, дальше, это следующее, что, и такими мы, попы, вас сделали. И это же надо учить людей, надо с этим заниматься, вплотную заниматься, еще до того, как уверовали, до того, как он принял крещение, вот, откуда оно все начинается. Но он там прямо это сказал, эту мысль, что мы православные, мы не знаем Писание духовное, мы не можем его принимать, а отсюда и нету вопросов. И вот Валентина Пивень, когда она пишет комментарий, она тоже говорит, вот вы когда спрашиваете, задаете, задавайте вопросы, все сидят и молчат. Вопросов нет. Ну, вот вы заговорили обычные бытовые дела, наши земные, вот, попечения, вот эти вот, тут сразу все зашевелились, заговорились, у всех интерес появился сразу к беседе. Она говорит, и у нас тоже так же. То есть, что у нас православие, у христиан, у нас нету, вот, это говорит о том, что мы еще духовное. Но оденцы. знаешь, что-то, я в автобусе набрал ребятишек и везу в лагерь. Ну, просто ехать так, как, я стараюсь, какие-то уроки им преподать-то, там, аэродром, самолеты, я начинаю про самолеты говорить, а они туда смотрят, совершенно, ну, кто может что сказать-то, ничего сказать не могут. Я тогда вытаскиваю, и везу коробку голубей, и показываю, вот голубь, кто он такой, там по описанию. Ну, вот голубка-то сидит в руках, а птица оправляется часто, потому что она, собака может через два часа, а птица постоянно, почему она летает, ей нужно постоянно порожняться, лишнего веса, чтобы не было-то где-то. И вот голубка там какнула, как ребятишки проснулись, как захохотали, им это так понятно, потому что они такие же, они тоже ходят, у них тоже что-то выпадает, эта тема понятная для них, и захохотали, оживились, я не могу успокоить их, то есть вся энергия опустилась в заднее проходное. Вот такие православные, если кто-то брякнет, какнет, тут они все оживились, а я там могу и прочее, так когда расскажешь о возвышенном, что голубь, в виде голубя, даже Дух Святой, он сидит и дремлет, он и голубей не знает, и Духа Святого, не я хозяин, он. И это же мысль, продолжайте, и это же мысль, ой, простите, я не делаю. Разрешил он той, Людмила Степановна. Людмила Степановна, давай, я хочу сказать, что вот о чем говорили, о том, что нет, нет духовности, никак священники не знают, нет духовности, Алексей Ильич сказал, Осипов, он говорит, я уже старый человек, я прожил очень длительную жизнь, и я занимался только тем, чтобы, ну, преподавал семинарии, в Духовной Академии, и я вам хочу сказать, никогда, никто не изучал, и никогда нам не давали преподавать, духовность, в семинарии, в Академии, мы никогда не преподавали, мы делали богословыми людей, но духовных людей, мы не выпускали, ни из семинарии, ни из Академии, я сидела в шоке, когда он говорил, ну, если что, помолитесь тогда за меня, он сказал, что за него, чтобы помолились, чтобы он последний раз, вот слово духовность, ты откуда взяла-то? Он сказал, он сказал, ты-то не знаешь, это горбачевское слово, это не библейское слово, есть духовный человек, и есть который мирской, от мира, духовность нет, иначе рожденный свыше, иначе рожденный свыше, да, рожденный в другой категории, он мыслит, у него сразу в другом, а что здесь как можно, вот любой, допустим, мы сажаем огород, вот есть такая книга, брошюрка очень хорошая, один день святой жизни, просто зарядите в интернате, Григорий, митрополит Санкт-Петербургский, дореволюционный, один день святой жизни, и он перебирает разные специальности, вот ты проснулась, как, ну, что ты, ты бабка, водишься с ребятишками, и ты начинаешь молиться, Господи, я тоже была маленькая, криком огласила, воздух, когда родилась, и как, ну, из премудрости Соломона, скажи, мать меня носила, я такая же была немощная, ты меня выходил, и ты лежал когда-то в ясе, слава тебе, что ты пришел, хлеб печет, что ты молиться, Господи, вот так зернышки львыли, поврось, размололи, и мы вместе все, и составляем единый хлеб, и хлеб дается при счастье, это означает, и дальше, что ты знаешь, то есть молитва вся переполнена событиями твоего одного дня, что бы у тебя не было, тебя ударили где-то, Господи, благодарю тебя, тебя тоже били, обокрали, Господи, это так же было, украли твое святое имя, поносили, обманщиком называли, князем бесовским знаешься, то есть наполни молитву евангельским содержанием, но православных-то этого нет, радуйся, Богородица, радуйся, радуйся, и пошел, запечалился домой, прорадовался, домой ничего не принес. Об этом уже можно продолжить, интересно стало, что когда мы ходили по подъезду, благовестным, мы же заучивали все стихи, встречались, когда с людьми мы всегда им говорили то, что мы заучили, но вот прошло некоторое время, и мы снова сидели вот здесь вот на занятии, и снова записывали эти стихи для того, чтобы нам их запомнить, мы их запомнили, но вот прошло еще некоторое время, я подумаю и думаю, а я этого уже не помню, а почему? А потому что я сама так не живу. Вот, Господи помилуй. Вот я сказал, следующая тема, воскресенье, будет на тему, кто Духа Христова не имеет, тот и не его, это моя любимая тема. Ну и все разошлись, и только один идет, молодой человек, ну молодой, семейный, идет ко мне сразу поближе и говорит, вот вы сказали, вот я имею Духа Святого, я сам как-то должен определять, или кто-то мне скажет? Кто-то мне скажет, сам? Вот. Я одна же сказала, говорю, знаете, следующая неделя у меня будет на тему, вот так, напишите, как называется, записали, заголовок такой, почему я такой вредный? И ко мне сразу Глушков подошел, а как я могу узнать, что ты вредный? Я говорю, а зачем про меня узнать? Ты про себя? А-а-а, тут я ничего сказать не могу, если бы про тебя узнать, я бы узнал. Почему я такой вредный? Это у меня в книгах помещена тема, я такие темы необычные, ну, чтобы ты самоанализ дал, почему ты такой вредный? Вредный бывает тогда, когда делает где-то что-то напоперек, а не просто, один в лесу живет, он и не вредный, никто его не знает, но кому? Против миления пойдешь задерет, против какой-то мыши она тебя подъест, ты никому не вредный? Вредный, когда вред наносишь, а слово вред, вред, ущерб, ну, вот давай, тогда ты будешь вести, я нет, и ты не вредный выходит, из себя не знаешь, где ты вредный, в первую очередь, ты никого не слушаешь, совета никогда не просишь, никогда, ты беспечный, абсолютно беспечный, ну, вот на эту тему давай поговори, ты бы взялся за эту тему сказать? Сергей Павлович, Пупков, я Папков встречал, а Пупков до него не встречал, у нас Пупков называют начальника, ну, это Пупок-то такой еще, ну, Валерий, ты бы взялся, почему ты такой вредный? Понимаешь как, если бы, говорит, о ком-то, тогда бы я написал, а то само себе, а я написал все, то себе, почему я такой вредный? Тут одна из тем в книгах лежит, интересная тема, они сами на меня идут, а где вы их берете? Я их не успеваю подбирать, вот отец Глеб умер, ну, я что говорю, это я говорю, никто больше этого не скажет, почему-то личные мои связи, а я мог не встречать, те же обороли, мог, но я о нем услышал и поехал, услышал об отце Дмитрия, я мог не так, он опять за плечи, в мешок, в мешке, вот такую коробку, две вместе, коробки надо, и поперся туда с проводами, обыкновенные электрические провода, сказали, нужно записать литургию, бабушки некоторые старые, церковь не могут, хотя дома послушать, теперь мне нужно найти, где такая, вот, обстановка была, чтобы духовная была, найти и там записать, чтобы разрешили, я спрашиваю москвичей, да нет, тут такой шум у нас, есть хорошие батюшки, вот, и, наконец, я узнаю, такой отец Пай, от селища, в городе Кацки, около Фрунзе, в Казахстан, кажется, он в Казахстан переходит уже, что ли, там где-то, ну и мы из Фрунзе ездили, в Ишкек, который, я с ним договорился, он сказал, где мне стоять в Панамарке, из такого момента могу записывать, я растянул микрофон, все, записал, эти пленки крутанул, по всей стране, так бабушки нарадуются, и все, ну мы сидели, сидели, допустим, нас было 100 человек, и заявили, что надо такое, ну почему никто не берется записать-то, а где я запишу, а на чем запишу, да, таких вопросов много, надо, надо и все, я взял лучший магнитофон, Романтик 304, вот у меня же появились такие магнитофоны, которые от батареек работали, поехал к нему, познакомился, ночевал у него, и записал, у меня еще не было никаких газетных, выписок, книг, ничего не было, но у меня была ревность угодить Господу, через его любящий вас, накормил меня, накормил, напоил меня, напоил, почему не берешь пример, а сегодня сколько, сегодня может тоже в чем-то нуждается, ну то узнай, в чем нуждается, нуждаются люди сегодня, в деньгах, а их нету, дай другой эквивалент деньгам, вот я нашел сегодня лишь подарить книги, это не дешево стоит, вот я подарил сегодня почти на 100 евро, каждому, вот это вот сейчас пересылаю, вот это вот, это, ну, обойдется примерно 800 евро, 800 евро, это уже деньги, но это мне все оплатят, это посторонние люди, вот туда смотри, разрешение, вот про книги, вот вы говорите, у меня денег нету, я вот собрал книги и отправлю, это называется благая мена, здесь деньги, деньги выступают как эквивалент духовного обращения, духовного обращения, деньги, это вещественное, вот такое земное, ничтожное, ничего не стоящее, не значащее, оказывается, деньги имеют очень-очень большое значение, почему? А потому, что через них мы совершаем наши духовные дела, и они нас приближают, вы сегодня поменяли вот этот эквивалент на прощение, ну, грехов, какой идущий подарок, деньги истратят, книги сказал не трогать, каждый год только открывать и показывать, и когда она вырастет, у меня уже не будет, 18 лет, 75, ну не буду же еще 20 лет жить, вот, и она увидит там, любовь, которая была к ней, к маленькой, к немощной, беззащитной, и кто-то о ней заботился, приданное я ей приготовил, это первое приданное, а твои это вот не это полинария, я так до того жалкую, а вот когда у тебя обстановка изменится, и что, книги у тебя не пропадут, я подарю, потому что она попадает в пятилетний срок, когда я решил давать. Вот добрый самарянин, он оставил, два динария, деньги, да, но они куда стали, это стало прообразом, ветхого, нового, завета. Вот я размышляю, размышления, каким порядком идут, вот, шел самарянин, на него напали, меня больше-то интересует, не то, что он шел, а что мимо прошел священник, что он думал, кому-то он говорил об этом или нет, когда пришел, то я там видел ранен, а то может кто-то забрал бы его, израненный лежит, или он прошел, и даже, ну думаю, только чтобы меня тут не захватили, может они за камнями сидят здесь, найди и убей еврея, мы не знаем, но в притчах выведен именно класс священства, бессердечия, безразличия, это так, а как выйти из этого, ну ты сам находи как, хорошо ли больного, есть такая уголовная статья, не оказание помощи, так и называется статья, ты мог, не оказал, корабль тонет, а ты не оказал, ну другое дело, там на самолете авария все погибли, и в любом вопросе ты решай так, а Господь сегодня придет, и как он спросит, это его дитё, и ты ему не помог, ну понимаешь, ну я должен достучаться, почему я должен так говорить, вот у меня кто нападает на меня, я еще ни одного, ни одного не нашел такого, который был бы мне полезен, я его спрашиваю, ну ты вот нападаешь, а как быть-то, вот здесь же ничего нету, я вот это себе, а это неправильно, это вот сказали, нет, на основании Библии, подскажите мне, ни один, повторяю, ни один, то есть я им не нужен, никому, ну книга это не нужна, вот Новый Завет я издал неправильно, там то другое, ну вы покажите лучше это, вы видели там, когда один Библию на получил, там Тарасий, ты как он радуется-то, он не может скрыть радость свою, видела, но ты не заходишь, видимо, интернет-то, и он получил, я не могу, это шоковое состояние, я такой книги не видал никогда, он ее там и так, и покажет, перед этим, и развернется, и опять, да вот это надо всем, что в каждом доме, у меня будут деньги, я их сам пересдавать буду, недавно появился новый человек, ну такой восхищенный, да, один вконтакте, на мою страницу выходит, мужчина, говорит, Микола какой-то, Волков, он говорит, я, говорит, увидел этот ролик, вот с Тарасием, как он, ну как, по-детски все это, он говорит, я тоже захотел эти книги, я говорю, ну пишите, Игнатьевичу обращайтесь, мы сейчас пишем, это все, он правда по-детски, такая радость, такое восхищение, вот этой, вот этой, удивительной, итак, 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 бог тебе, пусть мысли положит, я посмотрел, потому что у нас не окончено дело, прерванный полет, как называется, и надо думать, конечно, никаких паспортов, теперь не надо ничего, нужно только, чтобы были люди, очень хорошие, такой же, как у нас был шофер, и машину там, видите, маленько попортил, там сдвигал недавно, и на столб наехал, это все, ну там фонарь раздавил, и это надо делать, делать надо время, позволяет пока, у нас остался груз, и сколько там не пробовали, ничего не получается, я, шибко-то я не ожидал помощи, ну, все у вас, а еще можно один, давай, закончим, последний стих, 24 стих, последний стих, 16 главы, на этом, первое послание к Коринфянам, будет закончено, и любовь моя, со всеми вами, во Христе Иисусе, аминь, толкование, поскольку удален был от них по месту, то как бы обнимает их руками любви, говоря, любовь моя с вами, то есть я присутствую со всеми вами, ибо я не без вас, хотя и в другом месте, этим же показывает, что хотя написано и проявляет горечь, но оно написано не от гнева, не от ярости, а от любви и заботливости, а дабы не подумали, что говорит это из лести, к ним прибавляет, во Христе Иисусе, то есть любовь моя не имеет ничего человеческого или плотского, но духовно и во Христе. Будем же и мы молиться, дабы любя друг друга во Христе, не носить нам в себе ничего от мирской любви, которая враждебна Богу, ибо таким образом удостоимся и вожделенных обителей Божьих во Христе Иисусе, Господе нашим, возлюбившим нас, которому слава во веки веков. Аминь. Пожалуйста. Ну, как я... О евреях посмотрела вот недавно ролик у Игнатия Тихоновича на форуме, вот здесь вот я зашла и посмотрела еврейские песнопения. Вы знаете, ну, без содрогания в сердце невозможно это смотреть. Как они поют и все прославляют Господа. Так я всем советую, у кого, кто есть в интернете. Зайдите. Как они поют хор мальчиков? Еврейский. Да, да, мальчики, еврейский хор. Мы их с Витей на несколько раз просмотрели, я плакала, я сидела, я не могу, у меня сразу... Я так горячо за них помолилась. Там поют вот этого еще вот... Ну, взрослый мужчина, он, может быть, я даже не знаю, может, и раввин даже, не знаю его. Какие славы, какие прошения они к Богу... Ну, это на их языке, я не понимаю, о чем. Ну, я словами не понимаю, а душой, сердцем понимаю, как они поют, как они славят своего Господа, Бога и Его. А мы теперь уже знаем Христа. Какой нам-то пример? Ну, и я вот, когда читал, вот это толкование, еще раз прочитаем. Будем же и мы молиться, дабы, любя друг друга во Христе, не носить нам в себе ничего от мирской любви, которая враждебна Богу. И вот как вы думаете, о ком я подумал? Кто у нас от любви... о любви любят задавать вопросы сестра наша путешествующая. Надежда. Вот как бы нам не перепутать-то духовную любовь, как говорится, чем пахнет? Заботой. И вот иногда, когда человек обличает с заботой, нам кажется, что он нас оскорбляет и не любит многим. И это ложное такое чувство, обида. Обида вообще не христианское чувство. И здесь как раз вот растолковывает нам блаженный Фефелак, будем же и мы молиться, дабы, любя друг друга во Христе, не носить нам в себе ничего от мирской любви, которая враждебна Богу. То есть, враждебная вот эта любовь. Ее нужно бояться. Друг говорит, не уши медом мажут, а тот, кто правду в глазах скажет. Просто не путать между любовью Божьей и любовью. которая враждебна Богу. Дальний мир, Степан. А я просто хочу сказать о том, что когда вот я съездила домой, домой, да, и брат мой, видя вот то, что он вот здесь вот видел, приезжал, который мой старший, да? Да, да. Максим. Да, Володя-то, который приезжал. Как раз о воспитании мы говорили. Да, вот вы, да. И он слушал, слушал вас так это. И он говорит мне, да, я-то вот принял то, что вот говорили-то, братья все так говорят. И он говорит, я понял, Толю, который брат, тот мой, тот еще, который, ну вот, он говорил, Люда находится в хорошем месте, ты о ней не беспокоишь, он говорит, я не понял, чего он так говорил мне. А теперь я понял, когда видел, когда вы рассуждали, сидели братья, и он слушал, Игорь, ты, потом еще кто-то братья, и он так-то смиренно слушал-то сидел. И он говорит, я понял, о чем он говорил там мне. А я говорю, о чем? О том, что ты в хорошем месте находишься. А я думаю, чего она в хорошем месте? Там одни верующие, чего хорошего? А тут он понял, понял, понял. Вот эта любовь, она, наверное, ощутил тут, заботливость. Любовь наставляет, называет, исправляет. Он понял, что-то внутреннее, понял. Любовь внутренняя, духовная какая-то, А то он не понимал. А вот про Александра Ткаченко говорила, а его... Андрей. Александр Ткаченко. А в журналах проповеди Александра Ткаченко. Ну, значит, не его. Ткаченко-то много. Он даже, по-моему, не Ткаченко, а Ткаченко. Он очень хороший. У него очень хороший. Они хорошие. Там много чего. А вот когда он был здесь, когда была проповедь, вот прямо для него. Он тут стоял, и такая была проповедь, вот прямо от первого до последнего слова было все для него. Я думаю, неужели он стоит не слышит? Неужели он не слышит? Хоть бы он отложил, вот это вот все. Какая была проповедь? Какую? Нет, нет. Да. Так. Мы сейчас с братом Владимиром идем на елку. Нет. Нет? Я сейчас уезжаю. Уезжаешь? Таш, ты бери других напарников. Так. Выходи сюда. Туда не выходи, а вот туда зайди. Пойди туда. Встаньте так, чтобы у вас взялся. Можно было кланяться, будем молиться с воздействием. Божий милостиво. Божий милостиво будь негрешеным. Создав ими, Господи, помилуй меня, бесчиславец и грешим, Господи. Прости меня, грешеный, помилуй. Слава тебе, милостивный Создатель, за твое долготерпение. Благослови нас окончить эту жизнь по воле Твоей, Святой. Научи нас ценить это драгоценное мирное время и даруй миру Украине и Израилю. И всех детей Твоих посети по всему лицу земли, убиваемых, плененных, болящих. Укрепи их силой Духа Твоего, Святого. Дай им до конца быть верными Тебе и не возроптать. То, что мы слышали по воле Твоей, Святой, написанное Святыми Отцами, помоги нам исполнить и упокой в обительных небесных раба Твоего, страдальца, Глеба, священника. Прости ему всякое согрешение вольное и не вольное и душам нашим полезное сотвори. Благослови правителей, умудри их и наведи страх Твоя на них, дабы мудро поступали по слову Твоему. Даруй мудрости духовного рождения патриарху, папе, епископам, священникам и пастриарх. Не пройди никого. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И прими, Господи, нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Иисусе, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и слышит раб Твой. Аминь. С миром Божьим по домам. Спасибо. Никто на благовестие не желает.